333 пациента проживают сейчас в Тальменском доме-интернате. Пожилые, а также инвалиды старше 18 лет. В основном те, кто страдает психическими расстройствами. Свободных мест в интернате практически не бывает. Принимают пациентов со всего края. От большинства отказались родные. Но тосковать по своей доле времени толком нет. То лечебные процедуры, то спортивные и творческие занятия. Здесь постояльцев учат и рисовать, и шить, и плести из бисера. В общем, тому, до чего раньше руки не доходили. Самые активные участвуют в районных и краевых спартакиадах между интернатами. Но этого мало. Нужен долговременный уход. То есть человек должен постоянно, каждую минуту, каждый час находиться под наблюдением. И с ним должны работать соответствующие обученные специалисты. Которые должны изучить биографию, скажем так, которые должны изучить характер человека, его способность, его наклонности к какому-то направлению. И по этим выявленным моментам специалисты будут работать. Для более глубокой, а значит эффективной работы с инвалидами и пожилыми, в крае введут новую систему долговременного ухода. На нее перейдут уже в следующем году в рамках национального проекта «Демография». Тольменский дом-интернат уже сделал первый шаг. Нанял психолога. Его задача – индивидуальная работа с пациентами. Выявить потребности и дать возможность самореализоваться. Еще одна важная составляющая новой системы – выявить будущего пациента-интерната и сопроводить. Мы видим, что человеку необходима помощь. Мы начинаем сопровождать на дому в привычных его условиях. В дальнейшем, когда мы понимаем, что человек уже утратил способность самостоятельно обслуживаться, то есть предлагаем ему разместиться в дом-интернат. И в дом-интернате мы также пытаемся создать привычные для него условия, заниматься всем тем, чем он занимался ранее дома, через создание различных кружков, занятия спортом. Кроме Тальменского дома-интерната на новую систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми перейдут также Барнаульские, Первомайские и Центральные дома-интернаты. Ну а в перспективе систему должны внедрить и в других социально-медицинских учреждениях Алтайского края. Глеб Полянский, Ярослав Улымов, Роман Хайрулин. Новости.